Всем привет! Сегодня 1 мая, Московская область, и я хочу вас поздравить с праздником труда. Как только приехали в деревню, я сразу же пришла посмотреть, как выглядит моя рассада, посаженная в теплицу 27 апреля. Я у здешних спросила, у нас был в деревне заморозок, они сказали. Вся рассада у меня была накрыта укрывным плотным, вот вбиты вот эти колышки, потому что не хватило дуг, поэтому прямо на эти колышки мы накрывали, накидывали укрывной. Я прошлась, посмотрела каждый кустик, здесь у меня лук, с ним все в порядке, томаты, тоже они, между прочим, замечательно перенесли по холоданию, но это при условии, что они были накрыты, конечно, если бы я их не накрыла, то было бы все гораздо хуже. А так все, в принципе, вообще замечательно. Вот даже уже томаты набирают вот бутончики, вот такие. Все замечательно, я успокоилась, что у меня все хорошо. Вот так все выглядит. Томаты приживаются, еще видно, но уже некоторые прямо укрепились в земле, видно. С петунией тоже все хорошо, видите. Во-первых, все-таки самое главное, она у меня замульчирована. Сельдерей корневой, тоже все хорошо с ним. Рассада была замульчирована соломой. Я думаю, что это тоже не маловажный фактор при том, что если вот все-таки есть заморозки. Вся мелкая рассада томатов, вот низкорослая, тоже все хорошо. Не пострадало вообще. Цветы тоже замечательные. Замечательные, лобелия. Все кашпо, которые вот сейчас подвешены, они тоже были здесь на грядках. Под укрывным, конечно же. Так, здесь томаты. Тоже все замечательно. Стоят как солдатики. Вот. Единственное, все-таки у меня произошел выпад в количестве двух штук. Вот. Два томата, которые, я думаю, что они замерзли. Я долго думала, думаю, почему вот именно здесь и два, да, вот этих крайних. Здесь у меня вбит колышек, и я вот так накидывала укрывной. Я предполагаю, что когда я его накинула, я не до конца закрыла эту стену. Может быть, только вот наполовину я закрыла, и все. Поэтому их все-таки мороз прихватил, и они не выжили. Потому что со всеми остальными томатами все вообще отлично. Здесь у меня питунья уже цветет. Смотрите, это розовая, гибрид сатин. И такая уже красавица. Все замечательно. Вообще мороз ее не прихватил, но тоже, соответственно, все было накрыто. А здесь ничего страшного. Это сорт у меня Южный Загар. Я его высаживала в количестве, по-моему, 7 штук. Поэтому 5 мне будет достаточно. У меня, между прочим, здесь осталась рассада. Вот три куста. Это другой сорт, конечно. Вот три кустика. И я вот два и высажу туда, чтобы место не пустовало. Между прочим, вот эти томаты вообще просто стояли, не накрыты. Вот здесь вот. Это теплица с перцами. Тоже посмотрела каждый кустик. Все хорошо. Ни один перец не пострадал. Даже вот высаженный мной базилик, он тоже в отличном состоянии. Хотя вот он к похолоданиям вообще очень чувствительный. Больше даже, чем перец. Единственное, он чуть подзарял. Я его сегодня полью, потому что он эти дни вообще не поливался. Здесь у меня в мягких контейнерах тоже все хорошо. Тоже все было, видите, под дугами. Все накрыто укрытым материалом. Здесь тоже все хорошо. Даже горошек я посмотрела. Все отлично с ним. Вот. Пирцы вообще замечательно. Ну, я вот, как уже сказала, возможно, что вот два томата у меня пропали, потому что не до конца был укрымной накрыт. Поэтому сегодня мы будем жарить люля-ки-пак. Я сегодня буду срывать первую редиску. Она еще, конечно, маловато, но все равно я хочу уже рвать свою редиску. Вот так вот. Вот так. Смотрите, какая она хорошенькая. Вот. Нарву сегодня. И шпинат я еще сегодня буду рвать. Как раз прорежу немножко. И шпинат уже довольно-таки, смотрите, какой большой. Здорово. В общем, нарву сегодня зелени. Ну, зелени вообще ничего от морозов не было. Она, честно сказать, ее даже вообще не накрывала. Там еще руку сегодня сорву. Сегодня я полью обязательно все перцы и в контейнерах, и здесь я буду поливать. Заодно и базилик прольется. Так что все замечательно. Я очень сильно переживала. Мне в комментариях очень много писали, что заморозки, заморозки у всех. У кого-то снег выпал. Я вообще покоя у меня не было, конечно. Пускай даже и было все здесь у меня накрыто. Но все равно. Вот сегодня приехала, все раскрыла, увидела. Все замечательно. Я надеюсь, что у вас с рассадой тоже все хорошо. Пишите в комментариях, как у вас обстоят дела. Сегодня еще решила высадить лаванду. Делаю все очень просто. Огораживаю территорию. В данный момент это просто камни. Всего у меня три куста для себя. Я сеяла, посев от 2 февраля. Вот такие уже хорошие кустики. Это гибридная лаванда. Цвет лавандово-голубой. Вот такая красавица. Сделала три лунки. Очень хорошо ее пролила. И сейчас буду просто ставить и присыпать землей. Сильно я не заглубляю. Вот как росла, так и высаживать буду. Лаванду высадила. Все очень легко и быстро. Расстояние между кустами не менее 40 сантиметров. Потому что уже к концу лета, в августе, здесь будет один сплошной куст. Очень хорошо разрастается. Сверху не поливаю. Потому что изначально земляной ком я пролила. И плюс еще очень хорошо пролила посадочную ямку. Поэтому просто сухая земля сверху. Она такая, чуть влажная. И обязательно сейчас поставлю дуги и накрою укрымным. Вот первую неделю, а то может быть даже и две, будет под укровным материалом. Чтобы она немножко акклиматизировалась. Вот и все. И уже в конце августа, весь сентябрь она будет свести. Но это при условии, если вы рано посадите. Вот посев 2 февраля, значит, в этом году будет свести. И даже если вы сеете до середины февраля, она тоже будет в этом году у вас свести. А здесь я рассадила лаванду уже позднего срока посева. Съела я ее в марте. Конечно, вот в этом году она уже цвести не будет. Но зеленую массу очень хорошо наберет. И в зиму уйдет хорошими кустами. Я ее рассадила по отдельным кашпо. И здесь уже будет она у меня в теплице доращиваться. И, наверное, в конце мая я ее высажу. Это сортовая лаванда. Называется, насколько я помню, голубой простор. В общем, у нее цветочки будут голубого цвета. Очень красивые на картинке. Когда приезжаю, обязательно выношу из теплицы плошки с рассада лука, чтобы закаливался. Потому что на днях буду высаживать. Это вот лук эксибишин. Имеет по 3-4 настоящего опера. И самое время его начинает высаживать. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok